Здравствуйте! Вы смотрите новости Дагестана на телеканале ННТФ студии Лариана Шимхалаева. Картина примечательных событий в нашем обзоре. И вот главные темы выпуска. Законные сносы незаконных строений. В Махачкале продолжается демонтаж зданий, не имеющих правоустанавливающих документов. Дружественный визит. Муфтия шейха Ахмада Афанди посетили представители Дагестана в субъектах России. Подробности сегодня в выпуске. Чтобы помнили, патриотическая республиканская акция «Вахта памяти», посвященная 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 80-й годовщине завершения битвы за Кавказ, прошла в столице региона. Наша республика – лидер в России по росту цен на землю. Об этом сообщает канал «Экономика Дагестана» с ссылкой на данные сайта «Авито-недвижимость». По итогам первого квартала текущего года средняя стоимость на дело в регионе составила 1 миллион рублей, что почти на 54% больше, чем годом ранее. Второе место в рейтинге у Татарстана. Там средняя цена земельного участка достигает 800 тысяч рублей. На третьей строчке – Ставропольский край и 900 тысяч рублей за лот. Земли с избытком, а скоту питаться негде. Ученые в Дагестане планируют воссоздать пастбище на огромных и почти безжизненных просторах на севере республики. Инициатива нашла поддержку и в правительстве. Специалисты предполагают использование подземных вод для мелиорации на пустыненных землях, в том числе в зоне Кизлярских пастбищ и в Тарумовском районе. Проект уже получил предварительную положительную оценку специалистов Волгоградского и Астраханского научных центров. В настоящее время идет процесс климатического потепления, исущения почвенного покрова и деградации. А это основная причина его – недостаток атмосферных осадков и поверхностных поливных вод. О том, что пресные подземные воды залегают на глубине до 300-400 метров и обладают таким запасом, который могут обводнить пастбищные угодья более полмиллиона гектаров. Мы обратились к премьер-министру нашей республики с просьбой поддержать наш проект, потому что это будет одна из частей мелиорации республики Дагестан. И вот если все, ну какие-то хоть небольшие финансы выйдет для того, чтобы решить эту проблему, потому что там технически нужно вкладывать определенные финансовые средства, которые, в общем-то, не располагает научный центр. И поэтому я надеюсь, что, в общем-то, руководство республики, именно в лице правительства, в лице Минсельхоза республики, проявят интерес и помогут нам провести этот эксперимент, который позволит решать задачи в тех районах, где не хватка воды. Премьер-министр Дагестана заверил ученых в оказании государственной поддержки. Абдул-Муслим Абдул-Муслимов попросил автора проекта составить смету, а также поручил Минсельхозу региона обеспечить сопровождение его реализации. В Ленинском районе Махачкалы демонтировали два незаконных капитальных строения. Мойку самообслуживания, а также многоквартирный дом снесли на улице Столичная в кварталах М5 и Художников. На месте работали судебные приставы и сотрудники полиции. Объекты были построены без правоустанавливающих документов, при этом владельцев неоднократно предупреждали о необходимости самовольного демонтажа. Пытаться строить без документов на сегодняшний день. Результат будет только один. Вот как мы видим, сейчас они все равно рано или поздно будут снесены. Будут проблемы с оформлением документов, последующим узаконением этих строений. Поэтому прежде чем начать стройку, я всем предлагаю вначале получить соответствующие документы и потом только начинать строительство объекта. Ремонт автомобильной дороги Буйнакс-Кизелюрт-Новый Черкей будет завершен к июлю текущего года. Данный шестикилометровый отрезок пути является одной из главных туристических артерий в транспортной сети Дагестана. Он ведет к знаменитому Сулакскому каньону. Главную смотровую площадку здесь ежедневно посещают тысячи туристов. На объекте задействовано более 10 единиц спецтехники. В Дагестане обнаружен зоопарк без лицензии. Факт использования животных в культурно-зрелищных целях без специального разрешения выявили сотрудники Россельхознадзора. В Дербенском районе на территории частной организации содержатся медведи, олени, страусы, верблюды, лошади, козы, овцы, павлины и даже декоративные куры. Владельцам зверинца объявлено предостережение о нарушении обязательных требований. И к другим темам. Представители правительства Дагестана в регионах России посетили муфтия Республики Шейха Ахмада Афанди. Встреча состоялась по завершению семинара по вопросам гражданской идентичности, которая проходила накануне в Махачкале. В ходе беседы говорили о духовно-нравственном воспитании. Подробности у Хамзы Нурмагомедова. Муфтий Дагестана, как всегда, учтив и приветлив, каждого гостя он встречает с радушием. Духовного лидера в этот день посетили порядка 20 человек. Все они представители нашей республики в регионах России. Обменивались своим опытом взаимодействия духовно-нравственного воспитания молодежи, патриотического воспитания. Потому что в отличие от прошлых лет, сегодня меняется оперативная обстановка в Российской Федерации, в мире. И с учетом этого им важно было знать мнение, наставление нашего духовного лидера, муфтия нашей республики, шейха Ахмада Афанди. Такие мероприятия, они идут на пользу. В первую очередь, это нашим землякам, которые там проживают, учатся или работают. Во-вторых, по укреплению взаимодействия наших конфессий, местных конфессий с нашими земляками и с органами власти. То есть их работа вместе с духовными лидерами местными, с муфтиятом нашей республики по взаимодействию с органами местного управления дают свои плоды. В ходе беседы с духовным лидером постпреды говорили о том, как живут дагестанцы в регионах России и какая проводится работа по объединению и улучшению нравственности земляков. Особую роль в этом играет муфтия Дагестана, отметили гости. Дальновидность, стратегию из-за колоссальную работу муфтията, которая проводилась и проводится в регионах. Да, действительно, мы помним в 2000-е годы, какими проблемами встречались они, когда приезжали. На сегодняшний день тенденция уже другая и, соответственно, в законодательном уровне. В Конституции уже прописано развитие духовно-нравственных ценностей. Вот в этом смысле, в форматах всей страны колоссальная работа проведена муфтиятом Республики Дагестан. В ручном режиме некоторые, может быть, чиновники на местах не понимали. Может быть, пятая колонна была на местах. Но на сегодняшний день результат налицо, когда нужно было как единый кулак в стране и, соответственно, отстаивать суверенитет нашего государства. В этом большая работа муфтията. На самом деле, я вам скажу, что вот два года назад у нас были такие серьезные проблемы. После встречи с ним, после его наставления, его дуя, у нас резко все поменялось. Мы на самом деле в Краснодаре построили серьезный большой молельный дом, куда на пятничный намаз приходят несколько тысяч человек. Многие молодежь, которые сегодня не подготовлены в религиозном плане, могут получить любую консультацию. Потому что сегодня, например, на Ставрополе есть люди, которые получили подготовку именно в Махачкале. Именно образование дало духовное управление. Здесь они прошли определенную школу. Люди грамотные, профессиональные, подготовленные, очень достаточно коммуницированные. Просили, чтобы они разъясняли, отвечали. Это очень важно и нужно. Мне кажется, в этом плане Ахмата всегда идет навстречу, помогает, участвует. И огромное ему спасибо за это. Беседа сопровождалась добрыми и мудрыми напутствиями шеиха. Духовный лидер также отметил, что цель муфтията – помочь в просвещении и воспитании дагестанцев в регионах России. В завершении встречи муфтий поблагодарил пост, предал за работу, которую они проходят во благо земляков. То, что вы меня благодарите, это, конечно, я приму благодарность. Я вам тоже благодарю. Но процентов 99 – это ваша заслуга. Значит, мы вместе заслуживаем благодарности. И дай Аллах вам всем здоровья во главе с министром. Хамзур Магмедов, Ислам Халиков, Халид Ахмэев, Мурат Бекбарзов, телеканал Аданте, Махачкала. Вахта памяти прошла в столице Дагестана. Почтить память погибших собрались на центральной площади. Под аккомпанемент военного оркестра участники шествия выдвинулись в сторону парка Ленинского комсомола, где и состоялось возложение цветов у памятника воину-освободителю. Торжественный митинг собрал ветеранов, представителей власти, студентов, школьников, кадетов и жителей города. Патриотическая акция стала традиционной и празднуется в преддверии 78-й годовщины Победы Великой Отечественной войне. Портпетровские уроки. Луганск, Донецк, Махачкала. Столица готовится к фестивалю педагогического мастерства, приуроченному к столетию со дня рождения Расула Гамзатова. Мероприятие состоится 28 и 29 апреля. На площадке школы номер 59 пройдут мастер-классы и открытые уроки. Накануне в городской администрации представители управления образования обсудили подготовку к событию, которое соберет педагогов и воспитателей, а также воспитанников школ, садов и студентов педагогических фузов региона. Теперь немного о спорте. Семеро дагестанских вольников стали победителями четвертого турнира Лига Поддубного в Казахстане. Вечер борьбы прошел в городе Алматы. В главной схватке олимпийский чемпион из Хасавюрта Завуру Гуев одержал победу над земляком, чемпионом мира и сборной Албании Зелимханом Абакаровым. В одной из самых ожидаемых встреч победитель Ярыгинского турнира Шамиль Мамедов одолел трехкратного чемпиона мира из Азербайджана Хаджи Алиева. Также в этот вечер отличились Розамбек Жамалов, Магомед Курбанов, Ахмед Усманов и Курбан Шираев. В женской борьбе волевой победой отметилась Милана Дадашева. Махачкалинка в упорной схватке взяла верх над соперницей из Монголии. Боксер Джамбулат Бижамов дебютирует в «Профессионалах». Финалист чемпионата мира 28 апреля проведет поединок на турнире в Душамбе. Соперником махачкалинца станет двукратный чемпион Узбекистана Оттабек Турдихуджаев. Бой будет рассчитан на шесть раундов. Джамбулату Бижамову 22 года он дважды выигрывал чемпионат России. В 2021 году боксер становился вице-чемпионом мира в Сербии. На этом у меня все. С вами была Лорианна Шемхалаева. Встретимся в эфире. Оставайтесь на ННТ. Продолжение следует...